Мероприятие знаковое и ключевое, наверное, самое важное мероприятие в году по информационной безопасности. Поэтому, естественно, мы здесь принимаем участие в полной программе. Причем история не только про доклады и про наше участие в виде стенд-оффа. Просто интересно и послушать коллег, походить по секциям, пообщаться в кулуарах. Доклад мой был посвящен фреймворку, который мы разработали для себя и просто решили как-то поделиться с комьюнити. Назывался он «Модель-аэропорт». Такое внутреннее название мы придумали из-за аналогии с физической безопасностью аэропортов. То есть крупных объектов, где куча людей, много рисков, действительно, и катастрофичных рисков, которые могут реализоваться. При этом надо пустить туда непроверенные миллионы человек в год. И на наш взгляд современная IT-инфраструктура и ИБ должны быть похожи на вот эту модель вот такого аэропорта, где, с одной стороны, миллионы людей могут туда войти, но до действительно критичных каких-то областей могут добраться только авторизованные пользователи, авторизованные сотрудники. И если злоумышленник попытается как-то перейти из зоны в зону, на каждом этой преграде его будут ловить, обнаруживать, мониторить, останавливать. Вот. И что-то такое мы себе видим как вот модель информационной безопасности в следующем вот десятилетии, которое сейчас началось. Это IT-инфраструктура, в которой тяжело продвигаться. То есть она вся такая, как, не знаю, противотанковый ежик, чтобы злоумышленник в ней как бы запутался, и его продвижение было медленно. Мы не надеемся его остановить, мы надеемся его просто замедлить, и чтобы он как бы подерглась веревочки, и колокольчики зазвенели, чтобы мы успели его за это время обнаружить и вот эту атаку купировать. Наша задача от момента проникновения до момента реализации бизнес-риска вот удлинить вот этот путь и постараться пресечь его до. Если злоумышленник уже там год сидит в сети, скорее всего, он просто добирает дополнительную какую-то информацию, которую он ворует, готовит почву для какой-то уже массированной атаки в конце. Но все-таки мы надеемся остановить его чуть раньше, чем уже когда ситуация приобретет такой характер. Где-то в районе периметра на каких-то там польских сегментах достаточно долго злоумышленник может там обретаться незамеченным, но когда он будет подбираться уже к действительно таким критичным вещам, вот здесь мы должны его обнаружить. Мы как бы в этой концепции предлагаем вообще очень четко разделить вот эти вот традиционные риски, то есть там вирусные заражения, какие-то там отдельные уничтоженные станции, там остановленные бизнес-процессы там на короткое время. Действительно катастрофа. Потому что если распыляться на все, то все будет как бы сделано на троечку. Вот. И, соответственно, хочется сделать акцент именно вот на таком катастрофичном сценарии, чтобы он не наступил. То есть а катастрофа – это то, что как бы пресекает жизнь компания, да. То есть это вот действительно какие-то огромные потери денежные, там, миллиарды рублей. Это катастрофы с гибелью людей, вот. И, соответственно, мы предлагаем вот совершенно по-разному глядеть вот на эти истории. То есть, да, здесь какое-то классическое управление рисками, там, лучшие практики, вот, про традиционные риски. А катастрофы – это то, что надо сделать вероятность этого, там, стремящимся к нулю. И строить безопасность, исходя из этого. Сейчас мы видим просто примеры, да, когда происходят действительно вот такие существенные взломы с огромными потерями денег, с выводом компании из строя. Вот поэтому к этому надо как-то серьезнее относиться и заранее подумать, как не допустить эти сценарии, тем более их не так много. Это какие-то единицы, и их надо прямо точно обработать и сделать невозможным. Первый практически вывод, что надо пойти к своим самым топам и их прямо спросить, что может убить нашу компанию. Я уверен, что и IT, и eBay будет очень удивлена, потому что зачастую топы понимают, что это такое, а дальше это как-то искажается, эта информация. Второй момент – это, наверное, связанный именно с тем, что надеяться на невзламываемость сейчас просто наивно. То есть мы должны исходить, что все взломают. Вот, то есть это взлом, это точно произойдет. И с учетом там zero-day, и ошибок в инфраструктуре, сложности IT-инфраструктуры. Ну и третий блок, наверное, самый, если выделять вот три – это важность мониторинга. То есть все, эта концепция работает, только если мы делаем не просто мониторинг каких-то событий, это просто всеобъемлющее должен быть мониторинг. И не только у нас в инфраструктуре, но и вокруг что происходит. То есть анализ TI, асинт и так далее. Впечатление самое положительное. Вообще, я очень люблю по HD, с 2012 года не пропускаю ни одного. Конечно, хочется вернуться в совсем такие доковидные времена, чтобы вернуть тот масштаб, чтобы действительно были тысячи людей, была гигантская площадка, вот там еще больше секций, еще больше докладов. Но, понятно, сейчас есть определенные ограничения, вот, соответственно, на удовольствие все этим. А с точки зрения стенд-оффа, от нашей команды, мы с 2017 года участвуем в стенд-оффе, отзыв такой, что это лучшая стенд-офф, которая была за все время. То есть, по крайней мере, для защитников он самый интересный. И это круто, это здорово. Субтитры сделал DimaTorzok